Скажите, можно ли как-то защититься от свекрови, которая постоянно бегает по бабкам-гадалкам? У нас семья уже распалась, она никак не может успокоиться. На самом деле, обычно свекровь, она не разрушает судьбу своим детям, она ее ломает себе. А если бы вы на это не обращали внимания, то и в вашей жизни все было бы хорошо. А так вы создаете элемент, который называется страх. Смотрите, как рвется энергетический кокон человека. Когда человек испугался, в этот момент в коконе появляется дырка. А когда человек не боится и гордо смеется в сторону этого страха, почему рвется? Потому что происходит, когда человек боится, сжатие происходит. Когда человек радуется, расширение. И когда, вот смотрите, я принимаю что-либо, что я делаю? Иди, я тебя поцелую. Смотрите, что я сделал с руками? Расширил. Мне говорят, мы хотим денег давать. Давайте. Хочу вас обнять. Давайте. Здоровье вам по-хорошо. Хочу в гости к вам. Приходите. Ну вот, видите, что человек делает? Он расширяет. То есть, он расширяет свой энергетический кокон. А когда человек говорит, ой, боюсь, боюсь. Ой, как страшно, страшно. Видите, что он делает? Жмурится и сжимает руки. То есть, его энергетический кокон сжимается. Когда он сжимается, то за счет сжатия кокон неэластичный происходит с 2... По лепесткам энергетического кокона, обычно их у человека 2 или 3, происходят трещины вот в этих местах. Они проходят первый листочек там по левой части тела, второй листочек по правой и третий листочек по передней части. И сзади обычно закрыт листочек. Ну а у колдунов их вообще там 12 есть и 16 и так далее. У обычных людей 2. Обычно сжимающийся энергетический кокон приводит к разрыву на уровне печени с правой стороны, на уровне желудка с левой стороны. Поэтому первые признаки разрушения энергетического кокона это тяжелые гастриты, либо заболевания сахарного диабета, заболевания печени, дискинезия желчных протоков, желчекаменная болезнь и так далее, заболевания почек, мочекаменная болезнь и так далее. Все это в комплексе является энергетическим страхом, когда человек боится. И что же нужно делать? Не обращать внимания. Вообще говорит, да пошла она, вообще ее не боюсь. Не боитесь и говорите, да ее вообще люблю. Хоть она и смешная. Но точно не бояться. Боитесь-подверженный влиянию. Смотрите, человек боится бизнесом заниматься, у человека страхи человек боятся общаться, человек боится выходить, человек боится заходить. Это все сжимает его. А нужно наоборот. Побольше, человек побольше позитива, побольше радости, побольше счастья. Побольше позитива, радости, счастья. И человек расширяет свой энергетический кокон. В него попадают другие люди, в него попадают целые системы, расширяя энергетические грегоры и так далее. увеличивая ментальный ментал свой и так далее это все в дальнейшем приводит тому что человек становится более успешным